Девушки отдыхают Я все равно хочу всех поблагодарить за присутствие, а я очень рад продолжать вести мероприятие. Очевидно, это очень интересные времена для рынков. Я замечаю, как многие не вылезают из своих телефонов за последние два часа из-за продолжающейся волатильности. И человека, которого я представлю, представлений не нуждается. Очевидно, в крипто он передовик, делающий вещи, честно говоря, беспрецедентные, используя баланс компании для продолжения покупки биткоина в открытом рынке. Я абсолютно убежденный в этом человек, а я несколько раз имел честь послушать эту точку зрения. Так что встречайте, председатель Майкростратежи, легенда крипто и действительно выдающийся человек точки зрения взгляда на мир с разных сторон, мое почтение, Майкл Сейлор. Спасибо. Моя презентация называется «Биткоин. Красная волна и крипторенессанс». Так что сегодня вы от меня услышите о нескольких вещах, о которых могли слышать ранее, но теперь они будут обновлены, а еще я расскажу о нескольких вещах, о которых раньше никогда не говорил, что, думаю, группе будет интересно. И начну я с проблемы, хорошо известной. Экономическая проблема в том, что лишь несколько классов активов обгоняют денежную инфляцию. Если вы пытаетесь победить затраты капитала индекс S&P, сделать это очень и очень сложно. Так что каждый в мире пытается решить эту проблему. У компании нет решения. Если компания не может себе позволить рост в 15% в год, инвесторы теряют интерес, и запасы и ликвидность компании заканчиваются. Рыночных вариантов нет. И обычными правилами казначейства от компании требуется использование казначейских облигаций США в виде основного актива. Что в итоге добавляет 10% потерь в год к и так сокращающейся капитализации компании. Капитализация в 100 миллиардов долларов акционерам обходится в 10 миллиардов в год. То есть, по своей сути, компании являются диабетиками первого типа. Каждая компания, используя стратегию облигаций, является диабетиком. Вы, по сути, кровоточите капитализацией на своем балансе. Конечно, грамотные финансовые генеральные директоры это понимают. Поэтому решением является избавиться от всех денег. Мы отдаем свой капитал, выкупаем акции и закладываем их с плечом 144 к 1. Либо у меня все уйдет на дивиденды. Но решения для моего богатства являются токсичными. Так что я его лучше раздам. Но, на мой взгляд, это не является рецептом для счастливой долгой жизни. И вот почему мы все стремимся к максимальной оборотной выручке. Но есть и политическая проблема. И она заключается в том, что как мы будем растить нашу экономику, как мы обеспечим благосостояние наших людей, и как мы справимся с дефицитом. И все это еще и сохранением глобального лидерства. Так что каждый, каждый институционал, любой инвестор, любая компания и политик эти проблемы сейчас пытаются решить. И биткоин и есть это решение. Почему, спросите вы? Это правда решение? Многие задаются вопросом. Что ж, на этом графике я показываю прибыли биткоина за последние 4 года. И вы сами видите, что он разносит в дребезге все традиционные рынки капитала. Это не один год, не два года. Это 4 года. Но знаете что? Это 4 года с момента, когда Майкрострета же решила использовать биткоин как решение. И вы можете подумать, что ты специально выбрал такое число. Нет, это число закона. Я специально выбрал это число, потому что другие числа еще лучше. И сейчас я вам это покажу. Если мы с вами посмотрим на весь этот набор классов активов, они отлично сопоставляются. Если вы держите облигации, вы теряете 5% капитала ежегодно. Это лузеры. Каждый банк США использует в капитале облигации. Каждая работающая компания имеет в капитализации облигации. Знаете, почему банкам так плохо? Почему работающим компаниям так плохо? Они сидят на этих минус 5% инструментах. Это лучшее, что есть. Золото плюс 5%. И можно подумать, может быть золото стоит держать? Недвижка плюс 10%. Индекс S&P плюс 15%. С семеркой лидеров можно это удвоить. Выберите лучшие компании с S&P. Nvidia, Apple, Google. 29%. 29%. А этот маленький зверек биткоин в два раза лучше. 60%. Если взглянуть на этот график, то многое становится понятным. Но за эти последние 14 лет биткоин не просто одерживает победу. Он дает плюс 78% за 8 лет, 103% за 12 лет, плюс 168% за 14 лет. Он постоянно оказывается лучшим. И в какой-то момент, если вы присмотритесь к цифрам, вам станет интересно, почему так. Вы можете подумать, это счастливая случайность и ирония. Но от обычного повседневного человека можно получить вопрос, а когда этот рост остановится? Типа как, когда атомный реактор начнет производить меньше воды, чем водяная мельница? Например, когда самолеты начнут летать медленнее, чем ослиная повозка? И ответ — никогда. Потому что разница и техническая, и структурная. Каждый в этом мире пытается найти актив, не имеющий корреляцию с S&P 500. С еще большими прибылями. Не имеющий корреляции и показывающий результат. Священный Грааль. Банки на эту тему проводят целые конференции. Биткоин — это актив. Это актив без риска противоположного партнера, который произрастает из конкурентных стран, кредиторов, культурной. Все, чем вы обладаете в жизни, несет в себе риск противоположной стороны в этих вещах. Кроме биткоина. Биткоин — это сущность, полностью противоположная рынку. То, что его делает альфой. Но вам не нужно верить на слово, вам не нужно это изучать. Вы можете просто посмотреть на данные. И это данные Fidelity. Они говорят об отсутствии корреляции и об наивысшем коэффициенте шарпа. При этом самой низкой корреляции. Так что даже если вы не изучали книги о биткоин-стандарте, и даже если вы его не изучали 100 или 1000 часов или 10, все, что вам нужно, это посмотреть на эти числа, о которых рынок кричит в вашу сторону. О том, что это некоррелирующий, высокорезультативный актив. Но чтобы на самом деле его понять, вам нужно вернуться к первому принципу. Это мой излюбленный Массачусетский университет, где я изучал первые принципы, где они меня учили, как создавать вещи, которые ранее никогда не были созданы. Решать проблемы, которые ранее не решались. Нам вбивали в голову, что на самом деле ты способен решать проблемы, которые ранее до тебя никто на Земле никогда не мог решить. Илон Маск об этом продолжает напоминать и доказывать, вот почему он самый богатый человек на Земле. Рынок капитала полон людей, которые делают одни и те же вещи снова и снова аналогичным способом, потому что так уж сложилось исторически. Я же предлагаю использовать базовые принципы физики и инжиниринга в рынке капитала, чтобы искать новые возможности решения проблем. Это богатство мира. Оно состоит из недвижимости, облигаций, акций. И маленький квадратик в нижнем левом углу. Это биткоин. 1,8 триллиона. В один момент, когда в биткоин вошла Майкростратеджи, биткоин составлял 180 миллиардов. То есть мы выросли в 10 раз. И это не за 4 года. Но на этот график можно посмотреть и вот как. Это, пожалуй, самый глубокий инсайт, который я вам расскажу за сегодня. Я думаю, что большинство богатых людей и большинство корпораций, а также большинство, управляющих деньгами, до сих пор не могут уловить одну идею, что половина всего богатства мира инвестирована в активы в результате поиска долгосрочного сохранения стоимости. Людям интересно долгосрочное сохранение капитала. То есть, другими словами, я просто хочу оставаться богатым. Мне нужно сохранить мои деньги. Вы не найдете никого, кто не хочет сохранить свои деньги. Нет таких ни правительств, ни людей, корпораций, даже бедняков. Никто не хочет терять деньги. Поэтому кружочек справа — это пузырь в 450 триллионов долларов долгосрочного капитала. В следующий раз, когда вы услышите вопрос, «А какое применение биткоина?» Да никакого применения, все эти ценности мира за всю историю, которые стоят 450 триллионов долларов. Это весь мировой капитал. Применение — это сохранение всех этих денег. Вот такое прозрение. Как только вы осознаете, что люди используют активы по двум причинам — долгосрочное сохранение капитала, или же вторая причина — инструментальная, ваши яхты, самолеты, пекарня, аптека, загородный дом или усадьба. Компания. Это инструментальная ценность. Картина, что у вас висит на стене, это вещь, имеющая ценность. Так что половина для ценных вещей, другая половина — для сохранения капитала. И сложность с сохранением капитала в том, что вы это делаете либо финансовыми активами, которые со временем деградируют из-за энтропии. Ведь все, во что вы инвестируете, подвержено влиянию погоды, войны, налогов, наследственности, доходов, акцизов. Это факторы риска, которые на каждый 10 тысяч долларов приводят к деградации капитала. Поэтому люди, которые хотят избавиться от финансовых активов, покупают землю, здания, физические предметы. Но энтропия разрушает и их тоже. Ураган приближается прямо к Флориде. Настигнет через несколько дней. А страховку от урагана купить не получится. Так что остается жить в этом хаосе реального мира. И, конечно, я мог бы бесконечно вам рассказывать о бесконечных вариантах разрушения вашего капитала, но вы это и так знаете сами. Но какова цена энтропии? Какова цена этого хаоса, конкуренции, инфляции, политики и войны? Что ж, затраты составляют лишь 3% от 450 триллионов. Цена 10-15 триллионов в год. Это триллионы долларов в год. Кто-то спросит, для чего нужен биткоин? Что ж, прежде всего, мы не будем терять десятки триллионов долларов в год. Мы сможем сохранить эти триллионы. Вот что побуждает людей использовать биткоин. И если ты живешь в мире без биткоина, в мире, где капитальные активы, а также финансовые и физические, вы видите продуктивную жизнь 10-20-30 лет. Если вы купите Феррари или яхту, вероятно, вы не сохраните свой капитал. Но большинство людей покупают используемые активы в 10-20-30 лет, а затем испытывают проблемы и беспокойство. Сколько людей беспокоятся о своих акциях ежедневно, беспокоятся о своих домах, о своем бизнесе, беспокоятся о валютах, об акциях. Да есть целая индустрия беспокойств. Это постоянная борьба. А этот парень Сатоши взял, появился, и изобрел способ передачи стоимости без доверительного посредника. И все это начали бесконечно повторять. Сатоши придумал, как передавать ценность между двумя людьми без посредника, но это не было гениальной идеей. Идея, которая настолько глубока, что потрясает основы экономики, заключается в том, что Сатоши придумал метод хранения ценности без доверенного посредника. Потому что передача ценности это чуть лучше, чем виза или система федерального резерва, но вот хранение ценности, вот что делает это самым полезным инструментом для 450 триллионов капитала, что стоит 10 триллионов в год. Вот в чем большая идея. И это очень плохо понятная идея. Биткоин представляет собой трансформацию нашего капитала из финансовых физических активов в цифровые. То, что мы создали, это актив без финансового риска, который в валюте или акциях, и без физического риска, который в недвижимости или собственности. И это делает его цифровым капиталом, а не цифровой валютой. Цифровым капиталом. Все, кто против, все скептики такие, «О, это цифровая валюта, она не будет работать». Но это только потому, что вы решили определить это так, а не то, что это на самом деле. Да, это не валюта, правильно? Это капитал. Как только вы понимаете это как капитал, вы начинаете осознавать, что нужно сравнивать это со стамиллионным зданием в Майами и думать о преимуществах владения зданием физическим против владения цифровым зданием. А что, если бы у меня было здание, которое бы не страдало от налогов, от пробок, арендаторов? Никаких проблем. Нет проблемы, коррозии. Если бы вдобавок оно было бы невидимым, неразрушимым, бессмертным и телепортируемым. Я уверен, что я бы его предпочел стамиллионно-долларовому зданию в Нью-Йорке и точно бы предпочел его стамиллионно-долларовому зданию в Москве. Цифровой капитал — это капитал глобальный. И это значит, что если я вам дам 100 миллионов долларов и помещу в Африке, или, скажем, в Россию, или, например, в Китай, и скажу вам, купи на эти 100 миллионов долларов что-то, а держи это 30 лет, или купи на эти 100 миллионов биткоин, вы бы без сомнений предпочли бы биткоин. Нет ничего, чего бы вы хотели иметь в Африке, что было бы лучше, чем биткоин. И когда люди начинают думать об этом так, они понимают, что это решение для глобального капитала. И это неизбежно, что весь капитал в мире будет течь в эту сеть. Потому что, хотя вы можете подумать, что Нью-Йорк — это хорошо, а Майами — тоже хорошо, никто не спорит, что какой-то случайно выбранный город Найроби лучше, чем Нью-Йорк или Майами. Это даже не вопрос. Так что, выставив такую фигурку на моей карте, вы понимаете, что биткоин эту проблему решает. Это актив на тысячи лет. Верно? Что, если бы вы просто хотели быть богатым всегда? Но, вы знаете, есть ведь целая индустрия, которая сосредоточена на этой идее, как сохранить свои деньги. И биткоин — это цифровой капитал, который имеет срок службы не 30 лет, а, может, 30 тысяч лет. И это серьезная идея. Это расширение горизонта времени на совершенно другой уровень. Но что за этим стоит? Он же ничем не обеспечен. Люди говорят, за биткоином ничего нет. За ним стоит сила. Та самая, которая стоит за всем в мире. Чистой силой. Много из этого подкреплено цифровой силой, политической силой, экономической силой. 733 экзохэша. Это больше мощности, чем у Амазон, Эппл или Гугл, или Майкрософт, способные собрать для того, чтобы обеспечить атаку. Или даже любое государство. Это самая мощная цифровая сила. 18 гигаватт — это 18 полноценных ядерных реакторов. Это больше, чем потребляет ВМС США. 850 миллиардов реального капитала. Люди вложили 850 миллиардов реальных денег в банк, который мы называем биткоином. Вы думаете, что эти люди не будут бороться за защиту своих 850 миллиардов? Это огромная экономическая сила. 420 миллионов поддерживающих крипто. Вы видели, что делают Найсон на выборах. Во вторник вечером. 220 миллионов держателей. Это самая мощная крипто-сеть в мире. Это 99% всей мощности в крипто-сети. Она доминирующая. Она в 100 раз мощнее следующей за ней идущей. И вот почему я говорю, что нет второй лучшей. Потому что вся сила здесь. Другими словами, все умные деньги в мире задаются вопросом. Как мне сохранить свои деньги в киберпространстве и не потерять их? Они пробуют 10 тысяч крипто-сетей, тысячу других идей и 100 тысяч инвестиционных идей. И если им нравится идея положить деньги в киберпространство, в крипто-сеть, они выбирают биткоин. Он победитель. Верно? Если ты представляешь умные деньги, ты идешь туда, где умная сеть. Если в твоем городе есть банк со 100 миллиардами, а какой-то парень открывает Дюди-банк с 10 долларами, то вы не скажете, что банк со 100 миллиардами долларов переоценен, а Дюди-банк — лучшая инвестиция. Вы кладете свои деньги в банк с богатыми людьми. Это просто разумный поступок. Ведь у них вся сила. И биткоин становится доминирующей цифровой денежной сетью. И теперь, когда я говорю «становится», я это делаю не потому, что его еще нет, он уже есть. Я использую слово «становится», потому что 95% людей с деньгами в мире не понимают, что существует цифровая денежная сеть. И когда они поймут, что такая сеть существует, они осознают, что биткоин — победитель. Как только они поймут, что это существует, как я это и сказал, это как Фейсбук для денег. Только когда Руперт Мердок придет в биткоин, он принесет миллиарды и миллиарды долларов. Он ведь не просто приведет 27 друзей и несколько приглашений на тусовку. 12 из 20 лучших ETF, которые будут запущены в 2024 году, каким-то образом связаны с биткоином. Очевидно, что он поглощает рынок ETF. Сейчас это седьмой крупнейший актив по рыночной капитализации. Седьмой. И это самый широко признанный, распространенный и привлекательный инвестиционный актив в мире. Что еще выше? Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia — все эти компании являются ценными бумагами в США. Нет ни одного китайского или российского предприятия, которое сможет капитализировать эти вещи. Золото — лучшая идея 19 века. Мертвые деньги. Верно? Так чего же мне ждать? Я думаю, что мы уже очень скоро пройдем через первые шесть. Спот ETF содержит 90 миллиардов долларов активов под управлением. ETF BlackRock по биткоину обошел их ETF по золоту. Меньше, чем за год. А золото существует 5000 лет. Биткоин проникает во все рынки облигаций. Посмотрите на доходность. Вы можете получить 64% от биткоина, или можете получить 2, 3, 4, 5% от облигаций. Вы знаете, биткоин займет место в портфеле 60 на 40. Сейчас люди говорят о распределении 1-3%. Это перерастет в 10-20, как только люди начнут понимать это. И знаете, я не думаю, что на это уйдет много времени. Ларри Финг стал самым видным сторонником биткоина. Это передача на CNBC. Я знаю, что теперь вы возглавили сторонников, поддерживающих крипто. Я не буду вам показывать все это видео. Вы можете сами его поискать и посмотреть, а я пойду дальше. Сейчас многие компании покупают биткоин. Сейчас в ИТФ находятся 2,5 миллиона биткоинов. Странные частные компании, публичные компании. Так что же движет биткоином? Институционалы двигают биткоин. Тысячами. За последние 6 дней ИТФ закупили 5 миллиардов долларов. За последние 6 дней. Ежедневно доступно всего лишь 40 миллионов долларов по новому добытому биткоину. Ежедневно. Многие компании сейчас покупают биткоин. Правительство покупают биткоин. Вот прогноз по биткоину на 21 год. В общем, даже сами можете загуглить. Биткоин 24. Зайдите на GitHub, скачайте модель и внесите свои собственные прогнозы по инфляции, инновациям и другим параметрам. Я вам покажу свою модель. И вернемся к нашей карте активов. Я смотрю вперед на последующий 21 год. Что будет? Ну, я предполагаю, что технологии будут продолжать развиваться. Мы будем использовать искусственный интеллект. И будет много невероятно дорогих компаний. А биткоин будет расти быстро. Золото будет постепенно терять стоимость. Акции будут расти немного быстрее. Недвижимость около исторического среднего. Денежная масса будет в целом расти примерно на 7% в год. Некоторые активы останутся на этом уровне, а некоторые его немного превзойдут. Такие, как, например, акции по биткоину, а некоторые немного от него отстанут. Это приводит нас к этому прогнозу, который я представил в июле 2024-го. В базовом сценарии биткоин будет расти на 20% в год, достигнув 13 миллионов за монету. Я думаю, что в первые 4-5 лет он будет расти быстрее на 50-60%. Потом его рост замедлится с 60% и в какой-то момент составит в 2 раза больше индекса S&P. Но вы видите, что каждый биткоин, который вы не купите сегодня, будет стоить вам 13 миллионов долларов. И многие люди думают, что мир перевернется с ног на голову. Но нет, это не так. Но нет, мир не перевернется на голову. Через 21 год он будет выглядеть примерно так же, как и сейчас. Будет много недвижимости, облигаций, валюты, акций. Будет огромное количество компаний с капитализацией в триллион. Будут компании в 10 триллионов долларов. Единственное, что поменяется, если вы не купите биткоин, вы столько не заработаете. Будет целый класс людей, использующих биткоин как капитал. И победителями здесь должны стать биткоин и акции. Знаете, искусственный интеллект будет водить все машины, а кто-то производит миллиарды роботов. И эти роботы создают новых роботов. И очевидно, если роботы будут создавать роботов, то, вероятно, компании, которые создают роботов, создающих роботов, будут зарабатывать много денег, верно? Так что я имею в виду, что будущее будет хорошим для высоких технологий. И для тех, кто это будет использовать. Итак, MicroStrategy. Кто же мы? Мы первая и крупнейшая компания в мире по хранению биткоина. Что это значит? Да то, что мы в основном покупаем и храним исключительно биткоин, и мы сосредоточены на выпуске инновационных инструментов с фиксированным доходом, чтобы создать умное плечо и предоставить нашим акционерам доходность, которая лучше биткоина, да еще и в очень точном и последовательном виде. Просто покупаем биткоин, привлекаем деньги для покупки биткоина и повторяем все заново. Но что происходит, если у вас есть такая монотонная, простая идея, и вы нацелены на нее, буквально с лазерной точностью? Ну, каждый зеленый кружок — это покупка биткоина MicroStrategy. Мы покупаем на минимумах, на максимумах, мы покупаем посредине, мы покупаем, покупаем и не продаем. В какой-то момент люди смеялись над нами, когда мы потеряли миллиард или два на вот этой сделке. Но сейчас мы в плюсе на 13,5 миллиардов. Я думаю, что заработали 3 или 4 миллиарда за последние 5 дней. Все дело в правильном плече, так? Как только у вас есть нужная позиция в активе, биткоин будет расти на 20 тысяч долларов. Вы просто захотите им владеть. И никогда не захотите им не владеть. Поэтому вот что происходит, если вы используете биткоин с плечом. Но что может быть лучше, чем биткоин? Единственное — это еще больше биткоина. Ладно, и тогда возникает вопрос, заплатил ли я 14% процентов, чтобы получить больше биткоина? 7% чтобы получить больше биткоина? Или я заплатил в случае с MicroStrategy 82 базисных пункта, чтобы получить больше биткоина? Если вы занимаете деньги бесплатно на 5 лет и покупаете на миллиард долларов биткоин, если биткоин вырастает на 60%, ваша доходность будет выше. MicroStrategy покупает биткоин, но мы это делаем как публичная компания с умным плечом. Но как это вяжется с S&P 500? Что ж, NVIDIA номер один. И вы видите, что мы раньше гордились тем, что слегка их обгоняли. Теперь же мы их просто разрываем. Теперь это даже не смешно. И суть вот в чем. Если вы, ребят, сможете скопировать бизнес-модель NVIDIA, я вас только призываю это сделать. Но я не думаю, что Apple, Google, Microsoft или Amazon верят, что могут скопировать бизнес-модель NVIDIA. Но я вас всех приглашаю скопировать мою бизнес-модель. И я говорю об этом, я кричу об этом с крыш, я показываю, как это сделать. Я публикую стратегию. Это самое простое, что только вы можете сделать. Любая компания может это сделать. Верно? И скопировав, вот что вы получите. И вот как мы сравниваемся с этими активами. В чем же секрет? Ну, это просто умное плечо. Умное плечо. Капитальные рынки сейчас нездоровы. А фиатный капитал токсичен. Я вам только что показывал, что не так с казначейскими облигациями США. И если вы используете арбитраж между чем-то с убытком в 5% и чем-то с прибылью в 60% с плечом, вы можете создать компанию монстра. Что ж, и как же у нас дела? Ну, мы обогнали 100% компании S&P 500. Посмотрите на биткоин. Вам не обязательно быть MicroStrategy. Вы можете оказаться самым безмозглым человеком, которого можно представить, и просто купить биткоин. Вы бы обогнали каждую компанию. Включая великолепную семерку. Они обогнали 95%. 60% компании S&P не могут побить индекс, так? Вот в чем вся сложность. Поэтому я говорю, что волатильность – это жизненная сила. Общая мудрость – убегайте от этого. Но оказалось, что умный поступок – это идти навстречу волатильности. Волатильность не проблема, если ты богат. Если ты Бернар Арно, и твое состояние растет со 150 до 250 миллиардов долларов, это не была болезненная волатильность. Когда Илон Маск заработал 100 миллиардов за эту неделю, это не была болезненная волатильность для него. Это такая волатильность, что вы ждете, и вы хотите владеть активом с огромным плечом. Но что это вам дает? Ну, здесь происходит то, что если бы вы работали с высокочастотными активами, вы бы получили огромную ликвидность и огромный открытый интерес на рынке опционов. И что же это нам иллюстрирует? А то, что MicroStrategy – одна из 10 лучших компаний S&P 500 по ликвидности и открытому интересу. А еще показывает, что по рыночной капитализации мы номер один. Верно, мы буквально самые жгучие и самые радиоактивные акции. Знаете, если вы боитесь огня и боитесь ядерной энергии, то «жгучие» и «радиоактивные» – это звучит как ругательные слова. Но скажу вам, что человеческая цивилизация была построена на одном из них, а наше будущее основано на другом. Так что я не считаю эти слова грязью, а думаю, что это возможность. А это просто схема нашего бизнеса. Чем мы занимаемся? Вы когда-нибудь видели корабль? Половина веса корабля находится выше ватерлинии, а другая половина – ниже ватерлинии. Если вам нужен 500-тонный корабль над ватерлинией, вы должны иметь 500 тонн ниже ватерлинии. Базис для биткоина – это спотовый ETF, который дает 50-55% волатильности, или 60% волатильности, и 60% годовой доходности. MicroStrategy убирает волатильность и производительность из этого актива и продает их на рынке фиксированного дохода и на рынках капитала для людей, которые более склонны избегать рисков. А затем мы фактически добавляем эту волатильность и производительность к нашим акциям. Таким образом, наши акции могут давать 2x от биткоина, а наши облигации могут давать 1x от биткоина с гораздо меньшим риском. И вся эта структура является еще и самоокупаемой. И до тех пор, пока мы убираем риск и волатильность из одного набора инструментов, мы можем добавлять их к акциям и рынку опционов с другого конца. И знаете, опять же, это именно то, как большинство вещей в природе и работает. Идем дальше. Многие говорят. Вы знаете, компания оценивается по премии к ее чистым активам. Но... Я думаю, это неправильный подход. Это все равно, что говорить о нефтяной компании, имеющей несколько миллиардов резервов, и которую оценивать в виде ее премии к ее резервам. Но ведь суть в том, что нефтяная компания является чем-то большим, чем просто обладателем чего-то. И, кстати, Microsoft оценивается примерно в 50x к своим резервам. Потому что она что-то производит. То есть операционная компания, которая что-то делает. Но что же делает наша операционная компания? Что ж, мы перерабатываем сырые капиталы. Мы их перерабатываем так же, как перерабатывают сырую нефть. С одной стороны, вы загружаете сырую нефть, с другой получаете керосин, заправляющий ваши самолеты. Или бензин для автомобилей. Машины и самолеты не потребляют сырую нефть. Добавленная стоимость заключается в переработке и превращении в продукт, который приводит в движение самолеты, автомобили, поезда, которые можно сжечь у себя дома, из чего можно делать асфальт. Поэтому нефтепродукты ценны, и именно поэтому нефтеперерабатывающие заводы оцениваются в сумму своих операций и резервов. Знаете, на рынке капитала находится 300 триллионов долларов капитала. Они не могут купить биткоин, и они не хотят его покупать. Им нужен биткоин без риска. Им нужен растущий биткоин без волатильности. Им нужен двойной биткоин. Им нужен десятикратный биткоин. Им нужно что-то отличное от биткоина. Так что если вы скажете, что «О, я думаю, что нефтяная компания стоит только своих резервов», хорошо, тогда мы просто взорвем нефтеперерабатывающие заводы, и мы все замерзнем до смерти. Но то, что делаем мы, это переработка сырого капитала. И вот вам интересный слайд. Майкро Стрет, это же лидер по выпуску облигаций, обеспеченной биткоином. И что ж тут интересного? Что ж, если вы купили наши облигации, вы получили 134% прибыли. Если вы купили биткоин в тот же день, вы получили 70%. По сути, мы вам дали весь потенциал биткоина без риска. Убрали риск, убрали волатильность, убрали падение, дали двойной рост. Разве не этого вы хотите? Если вам нравится биткоин, то почему вам не понравится биткоин без риска биткоина? Как это сделать? Вы должны выпускать облигации старшего уровня в капитальной структуре, которая полностью основана на биткоине. Если я диверсифицирую капитальную структуру, и я ее размою, я добавлю 100 миллиардов казначейских облигаций, вы потеряете волатильность, потеряете доходность, потеряете производительность. Вы должны быть полностью вовлечены в биткоин, чтобы это сделать. Но как только вы вошли полностью, вы можете делать это снова, снова и снова. Это бесконечно масштабируемо. У нас есть основной KPI, который мы используем, и мы называем его доходностью в биткоине. И доходность в биткоине – это скорость увеличения количества биткоинов на одну акцию. С начала года мы увеличили количество биткоинов на акцию для наших акционеров на 26,4%. Что это значит? Это означает почти 50 тысяч биткоинов. И что мы делаем? Мы только что запустили крупнейшее размещение акций в истории рынка капитала на 21 миллиард. Мы подумали, что Сатоши Банами гордился за привлечение 21 миллиарда долларов капитала. И это лишь часть капитального плана на 42 миллиарда. Таким образом, мы собираем 10 миллиардов, 14, 18 миллиардов. Это наша цель на следующие три года. И, конечно, все это идет на покупку биткоина. Если естественные продавцы продают 40 миллионов долларов биткоина в день, вы можете разделить 40 миллионов на 42 миллиарда и понять, сколько дней мы покупаем. На этом можно посмотреть таким способом. Сейчас у нас примерно 279 тысяч 420 биткоинов. Но интересно будет еще и посмотреть на эту ситуацию вот так. За 10 дней ноября мы обеспечили доходность в 7,3%, что эквивалентно 18 041 биткоину. Это значит, что мы создали 18 тысяч биткоинов без каких-либо затрат и без размывания стоимости. Это все равно, что майнер биткоина, если бы у вас была майнинговая ферма, и вы намайнили 18 041 биткоин за 10 дней бесплатно, вот что мы сделали, вот что это такое. Умножьте это количество на цену биткоина, и вы поймете, что заработали наши акционеры. С начала года мы фактически сгенерировали 49 936 биткоинов в виде прибыли для наших акционеров. Это все равно, что было бы майнингом 156 биткоинов в день совершенно бесплатно. Это эквивалентно 1 трети всего объема. Это как бы если бы мы занимали треть хешрейта, но делали бы это без затрат на электричество и без капитальных затрат. Да еще и продолжаем наращивать. И разница в том, что мы этим обогащаем каждого майнера биткоина. На самом деле мы не уменьшаем их прибыльность. Пока мы это делаем, они становятся богаче. А это очень добродетельная вещь. Но давайте перейдем к интересной теме. Красная волна. Красная волна это... Мы не знали, что произойдет, но судя по сегодняшним новостям, республиканцы захватили палату представителей, сенат и Белый дом. Так о чем же красная волна? Ну, я думаю, что ее можно свести к одной фразе. Илон Маск, своего рода сердце, душа и дух этого времени, сказал, «Верните людям их свободу». И вся эта красная волна – это про возвращение свободы. И вот этот человек собирается вернуть вам вашу свободу. Он полностью за биткоин. Он полностью за криптовалюту. Он полностью за свободу. Он за бизнес. Он за приоритеты Америки. И он хочет освободить предпринимательский дух из лап бюрократии. И вот что он нам говорит. Пожалуй, лучше повторить. Никогда не продавайте свой биткоин, верно? Я не знаю, откуда я это взял. Какие последствия? Конец войне с крипто. Это один из ключевых пунктов всей этой избирательной кампании. Создание структуры для цифровых активов. Ускорение институционального принятия. Правка налогового законодательства, чтобы оно гораздо более было благоприятным для крипто, биткоин, индустрии и всех остальных. Ног назад. И... И, конечно же, создание стратегического резерва биткоина. Это все, я думаю, является следствием красной волны. Все это уже на подходе. Крупным достижением для индустриального принятия биткоина является отмена САБ-121. Возможность создавать и погашать биткоин-ИТФ, запуск опционов на биткоин-ИТФ, разрешение на целевые продажи через банки и принятие биткоина в качестве обеспечения для кредитов. И здесь мы говорим о крипторенессансе. Все это приведет к ренессансу криптовалюты. Что это такое и почему? Традиционные рынки капитала в служении обществу потерпели неудачу. Они парализованы устаревшими структурами, которые основаны на методах 20 века. Они устарели. Мы живем в мире, который был определен еще в 30-х годах. Если вы почитаете Ротборда, он скажет вам, что акт СЕК-1933 был создан для формирования картеля и ограничения доступа к рынкам капитала только для избранных. Уже в 33-м году при администрации Рузвельда это стало ограничением конкуренции и посягательством на свободу. И с тех пор ситуация лишь только ухудшается. Традиционные рынки капитала попросту слишком дороги. Слишком много юристов. Вы хотите стать публичной компанией? Слишком много юристов. Слишком много бухгалтеров. Слишком много денег. Много сотрудников. Слишком много всего. Это просто слишком сложно. И если вам удастся стать публичной компанией, если вы одна из 4 тысяч компаний, которые потратят 4 года и 40 миллионов долларов на это, то в ваших опционах не будет ликвидности. В спотовом рынке не будет ликвидности. Вы не можете обогнать индекс S&P. Вы не можете сохранить прибыль. Вы ограничены в инвестициях, которые можете делать согласно акту СЕК-1940 года и акту СЕК-1933 года. Вы фактически связаны. По рукам и ногам вы не можете рисковать. Вы живете в страхе не оправдать ожидания за квартал. Капитал токсичен, волатильность токсична, инфляция вас убивает. Вот в чем проблема. Именно поэтому 2 тысячи компаний из индекса Russell 2000 испытывают трудности. Но не верьте мне на слово. Вот график. Количество публично торгуемых компаний в США за последние 25 лет. И я предлагаю вам наложить на этот график что угодно. Если бы я вам показал этот график и сказал, количество баскетболистов, количество государственных школ, количество самолетов, яхт, поездов, квартир, количество телевизоров, количество компьютеров, количество богатых людей, количество... Да не важно, чего вы сюда добавите, это все равно будет тревожный график. Это график умирающей экономики, которая не работает. В здоровой экономике график не должен уходить вправо и вниз. Это график, скажем, копировальных машин ксерокс, или, например, печатных машинок, или хвостов для конных экипажей. Но американские публичные компании не должны быть устаревшим, быстро исчезающим продуктом цивилизации. Традиционные рынки, они исключают большинство, они элитарные. В США всего 4 тысячи публично торговых компаний, это так называемая элита. Но в мире насчитывается 400 миллионов малых бизнесов. В мире есть 40 тысяч компаний, котирующихся на бирже. И только 0,016% бизнеса в США обслуживаются рынками капитала. В каком мире 0,016% людей имеют доступ к воде, электричеству, энергии, мобильным телефонам, компьютерам и интернету? В каком мире 0,016% — это победа? Это ничтожно. А нас приучили думать, что это является нормой? Это ненормально. Это нездоровая ситуация. Наши текущие законы требуют 4 лет и 40 миллионов долларов, чтобы создать традиционную ценную бумагу. Но в виде цифрового токена это можно сделать умнее, быстрее и эффективнее за 4 часа и 40 долларов. Так что миллениалы и поколения Z смотрят на это и говорят, «Я не понимаю. Я могу сделать что-то лучше и круче за 4 часа. Зачем мне нужны армии юристов и бухгалтеров, чтобы создать что-то хуже?» Верно. И это и является двигателем крипто-ренессанса. И сейчас индустрии нужна структура для цифровых активов, для того, чтобы расти и процветать. Это совершенно очевидно. Без структуры мы никуда не двинемся. Но это не является чем-то таким сложным. Я думаю, что предыдущая администрация делала вид, будто это сложный вопрос. Многие люди считают это сложным, но это не так. Это три простых шага. Определить классы активов, установить четкие этические, экономические и технические принципы и предоставить практический юридический способ выпускать, владеть и управлять цифровыми активами. Раз, два, три. И очень просто. Этого еще не сделано, но индустрия не сможет двигаться вперед, пока мы это не сделаем. И на это потребуется всего лишь страниц 10 текста, чтобы адекватно определить 95% этой структуры. Так что это за активы? Цифровой товар. Актив без имитента, поддерживаемый цифровой силой. Вот что такое биткоин. Цифровой товар. А цифровая ценная бумага — это актив с имитентом, поддерживаемый ценной бумагой. Несложно. Акции, долговые обязательства, деривативы, что-то токенизированное — это цифровая ценная бумага. Цифровая валюта — актив с имитентом, поддерживаемый фиатной валютой. Стейблкоин, тизер, сёркл, всё просто. Цифровой токен — взаимозаменяемый актив с имитентом, представляющий цифровую утилиту. Что-то полезно из киберпространства. NFT — невзаимозаменяемый актив с имитентом, предлагающий утилиту в киберпространстве. Снова несложно. АБТ — токены, обеспеченные активами, активы с имитентом, поддерживаемыми физическими активами, такими как золото, нефть или кукуруза. Вот и всё. Это классы активов. И эти классы активов могут стоить сотни триллионов долларов. Теперь о правовой основе. Какие правила? Ну, правила для цифровой валюты — это то, что нашему правительству нужно будет сделать в следующем году. Им нужно определить для этого правила движения. Вот простой вопрос. Как корпорация выпускает и эксплуатирует стейблкоин, обеспеченный резервами в доллар США, который может свободно и мгновенно передаваться между людьми и машинами по всему миру? Каков будет тест для актива? Всё очень просто. Когда Тезер перенесёт свою деятельность в США, мы проблему решим. Почему бы не захотеть, чтобы они перенесли свою деятельность в США? Разработайте простую стратегию или руководство. Они переведут свою операционную деятельность цифровыми валютами в США, купят сотни миллиардов и триллионы долларов США, и все будут счастливы. Очень всё просто. Мы не добьёмся успеха, пока это не решим. Цифровые ценные бумаги. Как Apple делает свои акции доступными для торговли круглосуточно, 365 дней в году на цифровой бирже? Как акционер Apple может владеть своими акциями на своём айфоне? Это кажется довольно абсурдным, что нельзя держать акцию Apple на телефоне айфон. Почему нет? Почему-то вся риторика стала такой, что это как-то неэтично. Как это неэтично, держать акцию Apple на айфоне? Это не неэтично. Это также логично, очевидно. Если я хочу хранить свои фотографии, свои книги, сообщения на айфоне, фильмы, почему я не могу держать акцию на айфоне? Это невозможно? Конечно, возможно. На самом деле, все криптогуру в этом разобрались. Просто мы их за это в тюрьму посадили, за то, что они разобрались. Это несложно. Но вопрос вот в чём. Каков будет тест для актива? Но когда акции Майкрострета же будут торговаться круглосуточно на Coinbase, мы решим эту проблему. Почему нет? Почему они не могут? Кстати, я не могу понять, почему при предыдущей администрации не было правовой основы, но это ведь очевидно, что мы хотели бы этого. Как европейцу, живущему в Японии, отправить акции Apple американцу, живущему в Аргентине, используя телефон на Андроиде, вечером в субботу? Кстати, замените акцию Apple фотографией или сообщением. Ведь это работает с фотографиями, с сообщениями, просто это не работает с акцией Apple. Или есть что-то неэтичное в перемещении акции Apple вместе с сообщением или фотографией? Ведь всё же очень просто. Это несложно. Просто нужна правовая основа. Так каков же тест для актива? Это когда вы продаёте эту акцию за доллар США и можете конвертировать её в аргентинские песо и заплатить за аренду. Тогда вы проблему решите. А как же насчёт малого бизнеса? Как же тогда малого бизнеса выпустить ценные бумаги на 3 миллиона долларов для финансирования своего расширения, если у них есть несколько часов и несколько тысяч долларов на расходы, и они не нанимают юристов? Это что, тоже неэтично? Этично. Полезно для экономики? Конечно, полезно. Сколько людей хотят это сделать? Ну, может быть, 400 миллионов хотят. Возможно это? Да. Каков же тест для актива? Когда вы сможете инвестировать в Джо Рогана, когда Роган выпустит токен Рогана, то, да, тогда вы решите эту проблему. Стоит ли ему это сделать? Вы сделаете своевременно. Правила токенов. Как селебрити выпускает токен для своих фолловеров, дающий привилегии суперклуба, для владельца и какие обязательства ложатся на имитенте владельца или биржи? Это очень простой вопрос, не такой уж и сложный. Я имею в виду то, что вы можете ответить на этот вопрос двумя абзацами или тремя, если хотите. И каков же будет тест актива? Это когда у вас есть токен Кэти Перри. Тогда вы и узнаете, что все получилось. Когда Кэти Перри выпускает токен, а кто-то его получил, например, ваша дочь, тогда все сработало. Сколько людей хотят так сделать? Миллионы, миллионы, миллионы. Практически каждая знаменитость, с которой я когда-либо встречался, вероятно, это захочет сделать. Теперь о биржах. Как корпорации предлагают услуги криптовалютной биржи, позволяя публике выпускать, покупать, продавать, передавать цифровые активы? Вот в чем вопрос, верно? И каков здесь будет тест актива? Ну, когда Binance переместит свою штаб-квартиру в США, вы узнаете, что проблема решена. Хотим ли мы это? Конечно, хотим. Почему бы не захотеть, что каждая компания, которая делает что-то, что люди хотят купить или использовать, не пришла бы в США? Верно? Почему бы этого не захотеть, чтобы они работали этично? Да просто правила создайте. Помогите им. Я не думаю, что кто-то в бизнесе захочет обманывать своих клиентов. Они просто застряли в этой устаревшей, знаете, антикварной, олигархической ситуации, где им незаконно решать эти проблемы. Поэтому крипто-ренессанс вдохнет новую жизнь в капитальной рынке, так? И что тогда произойдет? Ну, давайте тогда вернемся к моему графику. Большая часть акций, когда Apple, Google и Meta смогут действительно токенизировать свои акции, вы думаете, они это сделают? Конечно. Конечно, они это сделают. Вы думаете, Tesla токенизирует свои акции? Конечно, токенизирует. Так что многие акции будут токенизированы. Вы увидите, как облигации будут токенизированы. Раньше у нас были так называемые бонды на предъявители. Ротшильды раньше продавали бонды на предъявители в 19 веке. Как насчет того, чтобы двигаться вперед и снова к ним вернуться? Мы будем токенизировать облигации, токенизировать валюты. Мы даже недвижимость будем токенизировать. Я думаю, кто-то вам продаст 100 акров сельскохозяйственных земель или листных угодий в Канаде или где-то еще, и вы получите взаимозаменяемую недвижимость. Так же будет недвижимость и невзаимозаменяемая. И на что же все это будет похоже? Эта трансформация, вероятно, преобразует активы на суммы 500 триллионов из аналогового мира в цифровой. И это принесет необыкновенное процветание. Верно? Вы переходите от триллиона к 500 триллионам долларам в цифровых активах. Это будет переход от 1,8 триллиона цифрового актива к 280 триллионам цифрового капитала. Так? В чем же здесь секрет? Все становится умнее, быстрее, сильнее на скорости света. Так? Миллионы раз в секунду. Вы думаете, мы будем более эффективными, если роботы будут принимать миллионы решений в секунду среди других 8 миллиардами роботов? Вероятно. Или же мы можем все делать по старинке. Положим свою книгу на деревянный корабль и пусть она плывет три месяца через океан. А потом заберем половину из этой книги на границе, потому что она нарушает таможенные правила. Это вам еще один способ отправлять информацию. Я подхожу к концу презентации, поэтому последок оставил лучшее. Вот вам мои комментарии к стратегическому биткоин-резерву США. Стратегический биткоин-резерв был представлен сенатором Лумис на биткоин-нешвилл. В то время результаты выборов были еще не определены. И если бы был Конгресс разделен, если бы не было красной волны, то эта задача бы стала сложной. Это было неясно 10 дней назад, но сегодня у нас есть Белый дом, поддерживающий биткоин, Палата представителей и Сенат, поддерживающий биткоин, а также сенатор, поддерживающий биткоин, который и поставил своей целью осуществить эту цель. И ее законопроект предусматривает покупку одного миллиона биткоинов государством США в течение пяти лет. Но давайте посмотрим геополитически. В чем здесь логика и почему это случится? Ну, во-первых, это создаст справедливую, равноправную и мирную систему для решения политических разногласий. Знаем, что Дональд Трамп выступает за окончание Бесконечных войн. Для решения проблем лучше добиться бизнес-результата, чем военного. Много назад? Это обеспечивает процветание и обеспечивает доминирование Америки в 21 веке. Это устанавливает ПАКС Американо 21. Это шанс завладеть 21 веком. США могут им владеть. Вы решаете проблему дефицита с помощью инновационной экономической идеи и инновационной технической идеи. Вы извлекаете триллионы долларов капитала из физической и финансовой экономики 20 века, но когда деньги извлекаются из физических и финансовых активов, они переходят в биткоин, а США будет биткоинами владеть. Таким образом, США становятся выгодополучателем перехода от 20 к 21 веку. Владейте 21 веком. Вот куда идут все деньги. Их лучше купить до того, когда они туда все попадут. И это закрепляет доллар США как мировую резервную валюту, а также создают мировую резервную сеть капитала, которую США также контролируют и который владеет. Лучший способ защитить доллар это убедиться, что мы погасим долг и станем богатыми. Следующий лучший способ защитить доллар это убедиться, что если кто-то когда-либо подумает о другом капитальном активе, кроме казначейских облигаций, вы будете его владельцем. Есть только два капитальных актива, которые имеют смысл. Активы 20 века казначейские облигации, активы 21 века это биткоин. Если вы владеете обеими, вы не можете проиграть. Вы можете только выиграть. И любые движения от казначейских облигаций будут направляться к биткоину. И очевидное решение просто купить его прежде, чем туда доберутся остальные. Они либо не пойдут и тогда это не будет иметь значение, либо они пойдут и тогда вы будете выгодополучателем. И еще одна геополитическая гениальность этого заключается в том, что вы привлекаете иностранный капитал в США от наших врагов. Люди продают китайскую недвижимость, российскую недвижимость, африканскую недвижимость, южноамериканскую недвижимость, все что угодно. Они продают это, свой капитал, свои ценные бумаги, свои облигации. Они это продают, чтобы купить биткоин. Так что, если бы у вас был миллиард долларов и вы бы жили в Мексике, обменяли бы вы его на миллиард долларов в США? Да. Обменяли бы вы все деньги в Кубе, в Венесуэле, Китае или Россия на недвижимость в США? Да, вы бы обменяли. Но вы не можете. Вы это сделать не можете. Верно? Это невозможная задача для российских олигархов продать всю российскую недвижимость и купить недвижимость в Манхэттене. Но что они могут сделать, так это купить биткоин. И когда они это делают, если мы владеем, мы получаем выгоду. Таким образом, речь идет о привлечении капитала со всего мира, его переводе в США, где он создает рабочие места, процветание для США, обогащает американские корпорации, учреждения, граждан США и федеральное государственное и муниципальное правительство США. Вы хотите, чтобы все деньги в мире перешли к вам, и если они хотят купить землю, это как, ну не знаю, могу ли я продать им землю, но они могут просто купить биткоин, и тогда наш биткоин вырастет в сто раз. И это результат закона Лумис. Если вы допускаете внедрение этого закона, то мы можем преодолеть проблемы и сможем контролировать долг с помощью хорошей налоговой политики, хорошей технологической политики, хорошей промышленной политики, инноваций, искусственного интеллекта, роботов и тому подобное. Но наращивая позицию по биткоину до 17 триллионов долларов, мы сможем погасить и преобразовать чистую долговую позицию в нечто очень минимальное. Поэтому, хорошая ли это идея? Да. Почему? Потому что, если я не прав, это ничего не будет стоить. Если я не прав, это ни во что не обойдется. Вы платите за это деньгами, которые вы печатаете, а они ничего не стоят. Это буквально как один цент на сто баксов. Это как один, два, три процента. Если я ошибаюсь, это ничего не стоит. Но если я прав, вы решаете все проблемы. Это несимметричная ставка. Это все равно, что я вам выплачу тысячу к одному на вашу ставку, за которую вы ничего не платите. И вы мне говорите, что вы не хотите ее принять, потому что вы боитесь риска? Вы делаете ставку бесплатно. Это ставка тысяча к одному. Вот в чем суть закона Лумис. И здесь у нас есть исторические прецеденты. Так? Однажды голландцы заплатили за Манхэттен 60 гульденов. Им это принесло многотриллионы доход в 60 гульденов. Однажды мы купили Луизиану за 15 миллионов долларов. Это как одна треть страны. Сейчас она стоит триллионы. У мексиканцев мы купили Калифорнию. Да, под давлением. Я в курсе, и мы по-прежнему выплачиваем. Они были умны и не хотели продавать. Им не следовало продавать Калифорнию. Но, тем не менее, мы заплатили им 18 миллионов. У нас был шанс заключить сделку. Кстати, я не хочу вам продавать свой биткоин. Мы заплатили 18 миллионов, получили Калифорнию, Неваду, Вегас. Это стоило много, 8 триллионов. А потом у русских мы купили Аляску. Мы им заплатили несколько миллионов. Сейчас она стоит триллионы. Это происходило и раньше, и это очень простая идея. Нужно понять, в чем ценность, брать и покупать. Покупать дешево и держать. Мы нация, и нации так и поступают. Это манифестная судьба. Биткоин это манифестная судьба для США. Я думаю, что администрация Трампа это понимает. И я думаю, что сенатор Лумис тоже понимает. Я думаю, что все, кто за ней стоит, это понимают, и это произойдет. И мой последний слайд. Это великая сделка 21 века. Стратегический резерв. Если мы не заключим сделку Лумис, если мы не примем этот законопроект, и все, что мы сделаем, это просто будем держать существующий биткоин на балансе, народ получит три триллиона. Если закон Лумис будет принят в текущей редакции, то за 21 год это принесет США 16 триллионов долларов. Если они решат это количество удвоить, то это принесет 30 триллионов долларов. Но если они это примут с тройным объемом и укропнят позицию до 4 миллионов биткоинов, это принесет 56 триллионов долларов. А сделка века, возможно, величайшая сделка всех времен эта сделка с Трампом, это если мы купим максимальное Трамп-количество, что логично, и купим биткоин. Он будет стоить 81 триллион, мы закроем весь долг и станем самой богатой страной на последующие сотни лет. Это очень просто. И вся прелесть этой стратегии, что чем агрессивнее вы по ней идете, тем менее она рисковая. Это один из тех случаев, когда, если США это сделают, то каждая другая страна будет вынуждена последовать за этим. Саудиты, Эмираты, европейцы, китайцы, русские, все будут следовать. Каждая компания последует. 20 век уходит в прошлое, а 21 век становится реальностью. Капитал выходит из остальной части мира и поступает в сеть биткоин, которая располагается и парит прямо над Соединенными Штатами Америки. Так что, произойдет ли это? Да, я думаю, это произойдет. Единственный вопрос, будет ли это двойной Макс, Лумес, тройной Макс или Трамп Макс? И это мы с вами и узнаем во время политического процесса в последующие 12 месяцев. Благодарю вас за ваше время. Продолжение следует...